Здравствуйте на телеканале ШТСУ новости в студии Панау Симбекова. Сургоперевод Марата Жмабекова. Сегодня в выпуске. Рациональное предложение. Глава Алматинской области раскритиковал проект жилой застройки правого берега реки Каратал. На взлёт. Сегодня отмечается Международный день гражданской авиации. На здоровье. Российская вакцина станет доступна для жителей Казахстана. Вторая попытка. Акима Матинской области вновь заслушал план перспективного развития Талткургана на ближайшие годы. Областному центру он уделяет особое внимание. Потому каждый представленный проект изучил детально. Кое-что одобрил. Однако по некоторым эскизам высказал жёсткое нет. В частности, проект жилой застройки правого берега Каратала Амандык Баталов отклонил. Поскольку это зона потенциального разлива реки. А соответственно, возможного затопления. Впрочем, обо всём подробнее расскажет наш корреспондент. 144 проекта предусмотрели власти областного центра планом перспективного развития города до 2025 года. Предстающий вниманию на въезде с запада жилой массив выдержан в привлекательном архитектурном стиле. И застройка его продолжается. Соответственно, нужны новые социальные объекты. Уже предусмотрено строительство школ в коттеджном городке, восьмом микрорайоне, селе Антамах. Проекты одобрены и работу по ним необходимо даже ускорить. А вот по запланированным каскадам жилым многоэтажкам в новом микрорайоне под номером 9 вдоль улицы Балапаново по 9 и 16 этажей категоричное нет. Смотри, 16, 9, 9 этажей. И вот так сплошные коробки вот так будут стоять. И на расстоянии, наверное, коже мне? Прямо тык-протык. Вот такое я в жизни не укрепил. Поняли? Вот так дома нельзя расположить. Отклонил глава области и проекты строительства надземных пешеходных переходов через улицу Жан-Сугурова в районе Медколледжа, по Аблайхана, через трассу Алматы-Ускимин в районе АКЛ и транспортные развязки на Уштобинской автодороге на общую сумму 656,5 миллионов тенге. Они требуют доработки. Не наблюдая, отметил глава области и проектов по озеленению как жилых массивов, так и мест общественного пользования. Их тоже необходимо довнести в план развития областного центра. А вот айти-лицею по правому берегу реки Каратал вдоль улицы Жан-Сугурова – быть. По представлению Акима города предусмотрено обучение с проживанием. Когда начнете ресторанку? В 21-м году. Сейчас в первом квартале мы экспертизу получим, потом заявим. Здесь на 150 мест обширить предусмотрено. Особая радость в ближайшем будущем ожидает жителей аварийных домов. В весьма затруднительном положении оказались 103 талдыкурганские семьи. На месте аварийного восьмиквартирного дома на углу улиц Шевченко и Тулебаева за счет привлечения инвестора планируется построить новую многоэтажку с оплатой временной аренды жилья собственникам недвижимости до сдачи нового дома в эксплуатацию. По другим домам ожидается выделение бюджетных денег. Сумму в 782 миллиона тенге одобрил Аким Алматинской области во время заслужки плана перспективного развития города Талдыкурган. Согласно проекту, представленному городскими властями, на эти средства будут закуплены 60 квартир на вторичном рынке, куда будут расселены владельцы аварийного жилья. В их числе владельцы 32 квартир, 4 домов по улице Кивилева. На месте этих домов будет корпус начальной школы. А проблему нехватки отопления и аварийного жилья в первом отделении подхоза решат за счет сноса самых старых домов и строительства блочно-модульной котельной, которая обеспечит безопасным централизованным отоплением окружающий жилой массив, по примеру, микрорайонов в Талгаре и Каскелине. Тепло и чисто должно быть и в других частях областного центра. От угольной пыли и копоти избавятся в скором времени жильцы домов, получающих тепловую энергию от котельных номер 2 и 4. Их переведут на природный газ. Это обойдется бюджету почти в 2 миллиарда 600 миллионов тенге. Арман подождет, да? В Востоке. Вот, Восток и Волгебазар. Это же в центре города. Да. Вот эти два, считайте, поняли, да? Хорошо. Тот дальше. Мы по два будем делать, потому что они очень дорогие же. Хорошо. В сфере ЖКХ ожидается реконструкция уличного освещения жилого массива «Береке», строительство электросетей в третьем отделении, водопровода в пяти дачных обществах. Развитая система сбора информации по распределению воды по городу, зональное распределение, плюс работа с нормативными техническими потерями и полная информация по жилому массиву, по расходу воды. ПНС, КНС, которые внутри города ездят... В наступающем году будет закуплено 38 единиц спецтехники для коммунальных предприятий областного центра. Универсальные подвески дадут возможность содержать улицы города в чистоте как в тёплое время года, так и зимой. Большая перемена ожидается и для учреждения образования. Сразу 11 социальных проектов представили на утверждение Акима области власти города. В их числе строительство новых и реконструкция ряда действующих школ и детских садов. Аким области детально изучил каждый представленный проект. Рекомендовал создать службу домоуправления по принципу КСК со штатными сантехникам, электрикам, газоэнергетикам и другими специалистами. Бюро будет обслуживать коттеджный городок, где живут в основном многодетные семьи, а в дальнейшем сможет помогать и жителям близлежащих массивов, таких как Антамак, Жастар и прочих. Отметил, что у региона есть возможность реализовать многие, даже весьма амбициозные проекты. Однако желаемого плана активного развития областного центра так и не увидел. В целом, я удовлетворяю то, что по ЖКХ попросил. Чётко, ясно, понятно, для чего просит, как просит. В этом году все улицы должны быть заасфальтированы. Благоустройство перед 48 ваших коттеджей должно быть закончено. Микрорайон, который мы такой построили, красивый, дальше развиваемся, вы же должны обустраивать. Сейчас ни одно мне внутри детской площадки фотографии не показали. Что вы сделали после моего замечания? За такие же деньги делают. И в Астане, и в Талдыкургане. Но деньги и качества у вас тысячу раз, не сто раз, тысячу раз хуже, чем у них. Это областной центр. Нангра, сколько проблем у вас. Если надо, пусть даже мне на Фейсбук народ пишет. Тем не менее, у областного центра есть ещё перспектива воплотить в ближайшие годы в реальность самые смелые идеи. Их Акиму города поручено проработать в течение этого месяца и представить в первых числах уже нового 2021 года. В преддверии Дня независимости в Талдыкургане сданы в эксплуатацию два новых объекта. Теперь у учащихся высшего политехнического и высшего медицинского колледжей появились новые дома студентов. В общежитиях отельного типа предусмотрены все условия благоприятного пребывания и обучения учащихся. Во время официальной церемонии открытия Акима Матинской области Амандык Баталов рассказал о дальнейших перспективах развития сферы образования. Подробнее обо всём в материале Ануара Мангельдинова. В условиях пандемии усиление сферы здравоохранения стало одним из важнейших направлений в работе руководства области. Большое внимание уделяется не только созданию благоприятных условий для действующих врачей, но и для будущих кадров. Тому свидетельством стало открытие нового дома студентов для учащихся на 280 мест. В строительстве пятиэтажного здания с общей площадью почти 6000 квадратных метров учтено всё до мельчайших деталей. В комнатах, рассчитанных на 2 и 3 персоны, имеется самая необходимая бытовая техника. Это холодильник, газовая плита со встроенной вытяжкой, микроволновая печь, телевизор и прочее. Предусмотрены кабинеты для обучения и проведения досуга. Также есть медицинский пункт, оснащённый надлежащим оборудованием и специальный изолятор, который необходим в реалиях нынешнего времени. То, в какой обстановке будут проживать учащиеся, ознакомился Аким Алматинской области Амандык Баталов. В ходе инспектирования объекта глава ЖТСУ подчеркнул, что студенты медицинского колледжа по праву заслужили жить и обучаться в самых лучших условиях. Когда тяжёлый карантинный период был, очень много студентов вместе с квалифицированными врачами помогали нам. Помогали, работали. И для них мы должны вот такие условия создавать. Аналогичные благоприятные условия созданы и для учащихся высшего политехнического колледжа города Талдыкурган. В этом лично убедился студент первого курса Максим Бачаров. По словам учащегося, такой дом студентов он видит впервые. Максим считает, что условия, созданные тут, ничем не уступают зарубежным общежитиям, которые показывают в кино. Всё по отдельности. В каждой комнате есть своя кухня. В каждой комнате есть телевизор, отдельное место для учёбы. Спасибо большое. Мы можем жить при таких условиях, в хороших. Считать, что это квартира одна для нас со всеми условиями. Я очень сильно рад. Предусмотрены здесь условия и для лиц с инвалидностью. Имеются тактильные доски и спецподъёмник. Создание безбарьерной среды является немаловажным. Ведь в колледже обучается 45 человек с особыми потребностями. 8 из них будут проживать в новом доме студентов. В настоящее время количество учащихся составляет более 2,5 тысяч. По словам директора высшего политехнического колледжа, ежегодно количество желающих поступать в учебное заведение растёт. Так, уровень образования здесь один из высших в стране. При поддержке Акимата Алматинской области в этом году вошёл в лучшую десятку республики Казахстан. И имеем достижение. Более 60 студентов являются победителями международных республиканских олимпиад и конкурсов. Внедряем новые стандарты WorldSkis, международные образовательные программы. Студенты в рамках проекта ЖАСМАМА наш колледж вошёл в лучшую 80-ку Казахстана и обеспечен материально-технической базой по 16-й компетенциям международным новым специальностям, специальностям будущего. В нашем колледже было общежитие на 200 мест. Потребность составляла более 400. Сегодня вводится в эксплуатацию новый студенческий дом на 200 проживающих. И наша потребность полностью обеспечена. Как отметил Аким Алматинской области, обеспечение студентов комфортным жильём является поручением Ельбасы президента страны. Потому работа в этом направлении в регионе будет вестись бесперебойно. Они сейчас попросили, чтобы здесь благоустройство хорошее сделать, спортивную площадку. На это мы тоже уже заложим деньги в 2021 году. И эти вещи тоже мы выполним, и чтобы студенты чувствовали себя очень комфортно и хорошо. Следующий год для сферы образования Алматинской области будет не менее плодотворным. По словам главы ЖТСУ, в 2021-м планируется реализация ряда масштабных проектов. Львиная доля их будет направлена на ликвидацию трёхсменных школ. Восемь школ мы сдаём, часть переходящие, и плюс ещё уже проектирование закончено. Сейчас решаем вопрос проведения тендеров. Шесть по 1500 мест новых школ будет построено в следующий год. Построено и издано в эксплуатацию. Вот такие большие объекты будут строиться. Дальше также будем продолжать строительство вот таких общежитий, строительство детских садов. Почему? Потому что надо до конца довести. Хотя мы уже достигли уровня 98 с лишним процентов обеспеченность детскими дошкольными учреждениями. В целом, как подчеркнул глава ЖТСУ, социальная сфера всегда в приоритете в работе руководства области. Помимо объектов образования, в регионе будут возводиться и реконструироваться ряд медицинских, культурных и спортивных учреждений. Все эти работы направлены на улучшение жизни граждан ЖТСУ. Ануар Роман Гильдинов, Абзал Нусипов, Габид Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Российская вакцина «Спутник Ви» станет доступна для вакцинации в Казахстане уже в следующем году. Ее будут производить на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Тема методов борьбы с COVID-19 стала ключевой во время селекторного совещания с регионами между членами межведомственной комиссии. «Спутник Ви» не имеет побочных эффектов и на 90% безопасно, отмечают эксперты. Напомним, она была создана на платформе аденовирусных векторов человека. Массовая добровольная вакцинация населения Казахстана от коронавируса планируется с начала 2021 года. Речь также шла и о внедрении отечественной вакцины. По словам заместителя премьер-министра, она уже прошла две стадии клинических испытаний. В декабре ожидается третья фаза. Вакцину в первую очередь получат лица из группы риска – медики, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также горожане, стоящие на диспансерном учете. Уже на массовое применение, как я сейчас сказал, по получению данных по 50% исследований, по завершению третьей фазы, вот тогда мы сразу уже можем приступать к массовому применению. Тело 46-летнего мужчины было обнаружено при тушении дома в Шамкенте. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения выяснили, что на первом этаже полностью охвачена огнем квартира в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Строение деревянно-камышитовое – каркасное. В ликвидации огня был задействован 21 человек личного состава и 4 единицы техники службы пожаротушения, а также бригада филиала Центра медицины «Катастроф». Причина пожара выясняется. Новый аэропорт заработал в полную силу в Туркестане. Открыты первые регулярные рейсы. Воздушная гавань расположилась в 20 километрах от города и занимает 905 гектаров. Первый авиарейс здесь приняли неделю назад. На нем из Нурсултана прилетели 180 пассажиров. Новый аэропорт соответствует всем мировым стандартам и способен принять до 3 миллионов пассажиров в год. Пока вылететь из Туркестана можно только в Нурсултан и Алматы. Билеты стоят от 7 тысяч тенге. Скоро откроются авиасообщения и в другие города страны. Казахстанцы могут столкнуться с проблемой доступа к сайтам без сертификата безопасности. Об этом сообщили в Департаменте информационной безопасности КНБ. Напомним, накануне в Казахстане стартовали учения по кибербезопасности. Временами жители столицы не могли зайти на популярные зарубежные сайты. Для получения детальной информации по установке сертификата необходимо было обращаться к операторам связи и в службы техподдержки. В Министерстве цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности отметили, что сейчас все мероприятия, связанные с использованием сертификата безопасности, завершены. Однако продолжается фаза киберучений, которая связана с отражением атак на госорганы. По словам специалистов, в этом году учения носят масштабный характер. Всего в стране планируют проверить 200 веб-ресурсов и около 400 информационных систем. Праздник гражданской авиации в пустом аэропорту. Традиционно в первом месяце зимы, когда отмечается Международный день гражданской авиации, количество пассажиров и провожающих в Талдукурганской авиагавани заметно увеличивалось. Однако из-за пандемии городской аэровокзал встретил профессиональный праздник пустыми помещениями. Авиарейсы в Талдукурганском аэропорту все еще осуществляются каждый день. Однако их количество сильно сократилось. По сравнению с прошлым годом цифра авиаперевозок уменьшилась в разы. Традиционно декабрь является пиковым периодом в гражданском авиасообщении. Однако из-за пандемии количество авиаперелетов уменьшилось почти вдвое. За сегодня был совершен всего один рейс в Ушарал. И теперь помещения аэропорта остались пустыми. Из-за авиагавани города осуществляются рейсы по двум направлениям. Талдукурган-Нур-Султан и Талдукурган-Ушарал. Как сообщают сотрудники аэропорта, количество рейсов уменьшилось во всех направлениях. С аэропорта города Талдукурган выполняются рейсы в двух направлениях. Талдукурган-Нур-Султан в сравнении с прошлым годом уменьшилось в два раза. В прошлом году они осуществляли рейс каждый день, ежедневные рейсы были. В этом году летают три раза в неделю. Также у нас есть рейсы Талдукурган-Ушарал. Это сезонные рейсы. В основной поток пассажиропоток приходится на лето. В сравнении с прошлым летом, в прошлом году было 5-6 рейсов. А этим летом всего два рейса в день выполнялись. Уменьшилось не только количество рейсов, но и заполняемость пассажирами. По сравнению с периодом до пандемии разница замечается почти в 30%. В декабре, когда авиасообщение пользуется особым спросом, заполняемость салона авиатранспорта составляет порядка 80%. Однако из-за пандемии, ставшей причиной пониженного спроса на авиаперелеты, заполняемость салона не превышает 50%. Рустам Аралбаев, Нуржан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. Шесть фактов возгорания машин зарегистрировано в Аксусском районе с начала текущего года. Это на три случая больше аналогичного периода прошлого года. Общий ущерб составил свыше 2 миллионов тенге. Приведенная статистика показывает, работа спасателей проводилась не на должном уровне. В связи с этим они на еженедельной основе проводят рейды по местам массового скопления жителей райцентра. Сотрудники ОЧС рассказывают водителям о правильном эксплуатировании автомобилей. Проверяют наличие огнетушителей. Кроме того, раздают памятки на противопожарную тематику. Основные причины пожара – короткое замыкание. Короткое замыкание, потом износ машины старой. Третья машина подогреет машину паяльной лампой. Четыре человека погибли на водоемах зимой с начала текущего года в Алматинской области. При этом были спасены три человека. В связи с недопущением летальных исходов в регионе ведется ежегодное патрулирование водных объектов. В эти выходные спасатели провели рейд на реках и озерах Аксусского района. Статистика показывает, чрезвычайные ситуации на замерзших водоемах в основном случаются с любителями рыболовами, пренебрегающими правилами безопасности. Учитывая относительно теплую погоду, в декабре лед на водоемах еще не окрепший. Потому и опасен, считают сотрудники ОЧС района. Основное правило – не выходить, тем более не выезжать на неокрепший лед. Крепким и безопасным он станет только после продолжительных морозов. Спасатели призывают граждан помнить и соблюдать меры безопасности на зимних водоемах. Для того, чтобы находиться на льду одному человеку, он должен быть не менее 10 сантиметров. А если это пешая переправа, то не менее 15. Ну а чтобы на машине переправиться через лед, нужно, чтобы было не менее 30 сантиметров. Можно легко определить, в каком состоянии лед по его цвету. Если он голубой, значит он надежный и крепкий. Если же есть какие-то проблески желтого цвета, то лед ненадежный. Благодаря проводимой работе за последние два года в Аксусском районе не зарегистрировано ни одного случая гибели на воде в зимний период. В США продолжают фиксировать новые максимальные приросты заболевших коронавирусом за сутки. В мире суточный прирост инфицированных уже несколько дней держится выше отметки 200 тысяч. В субботу 5 декабря был установлен очередной антирекорд – 227 тысяч случаев. На фоне роста заболеваемости власти мегаполиса США Лос-Анджелеса ввели обязательную домашнюю изоляцию для жителей города. В Южной Корее усилены меры социального дистанцирования. Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Великобританию. Уже с завтрашнего дня в стране начнется массовая вакцинация. Отметим, королевство одним из первых в мире одобрило препараты компании Pfizer и BioNTech. На первое время британские власти заказали всего 40 миллионов доз. Их хватит на 20 миллионов человек, поскольку каждый гражданин получит по две прививки. Сначала процедуру иммунизации пройдут медицинские работники и пожилые люди. На юге Австралии нашли приземлившуюся капсулу с грунтом астероида Рюгу. Одной из самых сложных задач для ученых стало точность соблюдения угла, под которым капсула столкнется с землей. Капсула будет помещена в так называемую чистую комнату, чтобы проанализировать газы внутри нее и исключить попадание газов земного происхождения. На поверхность астероида зонд совершил посадку в июле прошлого года. Он создал искусственный кратер на поверхности астероида, собрал породы, а в ноябре того же года завершил свою миссию и направился обратно к Земле. Ожидается, что полученные данные позволят узнать больше о возникновении Солнечной системы. К третьему туру чемпионата Казахстана по баскетболу готовится мужская сборная Алматинской области. Двухнедельный учебно-тренировочный сбор проходит в моногороде Текили. На данный момент спортсмены проводят работу над ошибками прошлых игр. Они планируют ворваться в основной дивизион лучших команд страны. Первые два тура баскетбольная команда СДЮСШ отыграла хорошо, говорят тренеры. Была конкурентная борьба за лидерство в своей группе. Были и победы, и поражения. Но без падений не бывает взлетов. В любом случае игрокам есть над чем поработать. Тем более планку для себя они подняли высоко. Парни молодые, просто бились до конца. Даже есть и победы у нас. Сейчас готовимся к третьему туру в городе Щучинске с 15 по 18 декабря. Планы у нас на третий тур. У нас 4 игры. Чтобы из 4 выиграть 4 игры у нас планы. Учебные тренировочные сборы сейчас проводим здесь. Работаем в основном над тактическими ошибками, техническими ошибками. В плане все хорошо. Мы, в принципе, парни все восстановлены после всех туров. Думаю, что у нас все получится. Мы в третий тур выступим еще лучше, чем предыдущие два. Напомним, баскетбольная сборная Матинской области в этом году полностью обновилась. Команду пополнили молодые дарования страны из числа чемпионов и призеров Казахстана среди молодежи. Один из них – член сборной Казахстана, разыгрывающий защитник Женис Женинкулов. Команда сформирована недавно. Новые игроки, молодые, которые еще не играли. И видно, что не хватало опыта игрового и также технического. И тут происходит работа над ошибками под руководством нашего тренера. Планы на следующий тур – отыграть хорошо со всеми командами второй группы. И показать наилучший результат, побороться с командами, которые играют намного лучше. Третий тур регулярного чемпионата Республики Казахстан состоится уже 15 декабря. На данный момент Алматинская область занимает третью строчку в своей подгруппе. За выход в плей-офф игры предстоит обыграть отаровских барсов и павлодарский ртыш. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин